Добрый день, друзья! Украина.ру приветствует вас! Сегодня мы беседуем с Алексеем Журавко, народным депутатом Украины 5-6 созывов, херсонцем. Алексей Валерьевич, здравствуйте! Здравствуйте! Для начала хотелось бы услышать ваше мнение, вашу оценку текущему ходу спецопераций и каким вы видите будущее развития, потому что, ну, есть много разных мнений на этот счет. Ну, давайте будем говорить. Разные возгласы слышу и вой. Самое страшное, что многие паникуют. А мне паника не нравится. Не бывает такого, когда идет война фактически с националистами, с убийцами, с террористами, что все бывает так гладко. Ну, не бывает так. Увы, к сожалению, потери будут везде. Только вот где больше, а где меньше. И я сегодня наблюдаю, что потери несут очень большие ВСУ, националисты, всякое требие, которые используют мирных граждан как щит, притом не щадя ни детей, ни бабушек, ни дедушек. Мы видели кровавую беду, которая произошла над Краматорском, на ЖД вокзале. Да, по-моему, Краматорск. Запустили ведь украинские войска в точку. Это еще в копилку Зеленскому убийство мирных граждан. Я еще раз убеждаю, что это преступник, и с ним нельзя никакие переговоры вести. Это там, где взорвали цистерны с химическими, с химией взорвали. Тоже нельзя вести никакие переговоры. Могу одно сказать, что мы заигрались. Это мое личное мнение. То, что победа будет 100% и спецоперация идет нормально, не без погрешности, но нормально идет. Это мое личное обратное. Я не военный. Это я вижу, как российские войска, ДНРовцы делают. И вижу, который фактор присутствует. Правильный, считаю. Это не допустить гибель мирных граждан. Они идут постепенно. Представьте себе, вы идете освобождать Украину от настоящего немецко-фашистского оккупанта. А это и есть. Только их сегодня, вот этих нацюков, можно сказать, 21 века оккупантов, их используют НАТО, Америка, Англия, Европа частично, чтобы убивали до последнего украинца. Но они-то используют тактику самую страшную. Не пойдет русский солдат бомбить ковровыми бомбардировками. Как это НАТО делает? Не пойдет. И правильно делает. Нужно оставаться всегда людьми. Поэтому очень тяжело, ну так, представьте себе на минутку, на гору лезть. Очень тяжело. Притом эти твари, я их больше никак не назову, делают растяжки в школах, прикрываются целыми домами, делают вокруг домов рвы свои, как они окопы называются, выставляют пушки возле домов. Поэтому это очень трудно. Очень трудно. Но когда я слышу по телевизору разных политиков, мнения там, вот, того генерала сняли, почему этого не было, ребят, прекратите, хотите высказать свое мнение. Придите вы все, заходите туда, общайтесь, придите, скажите свое мнение, а не паникуйте. Народ за Путина. Народ действительно молодец. Я летел в самолете, общался с россиянами, я такого объединения не видел. Когда в разговариваю, что я украинец, и мне задают вопрос, а ты что, поддерживаешь? Люди удивлены, неужели так может быть? Да, я поддерживаю эту спецоперацию. Искренне поддерживаю. Да, мне обидно, что со мной многие прекратили с Украиной, которой раньше общался. Да, обидно. Но надо набраться мужества. Пусть я буду оркой, пусть я буду пропутинковским, пусть я буду жополизом, как они меня называют. Но я знаю, чего я хочу. Я знаю, что хочет моя большая Родина. Поэтому считаю, что операция идет нормально. Все. Самое главное морально поддержать солдат, силовиков всех, поддержать президента Путина. Иначе, если мы расслабимся, ну не распустим, нас сожрут. И никому не секрет, что эта война готовилась давно. И если б не спецоперация, она все равно была. Хватит себя иллюзиями кешить. Европейцы это обычная банда. С большой дороги. Кидалы. Террористы. Негодяи. Америка в лице их политиков. Это конкретные враги нашему народу. Англия это вообще оторванные лошади. Даже от земли. В лице этого Бориса придурка конченного. Больше никак я не назову. Он в своей стране войны не желает, если послушать то, что Борис говорит. А Украину тянут. Оружие завозят. Как вы думаете, если подпитка идет постоянно? С врагом бороться. Притом коварным врагом. Страстным. Это УПА, полицаи. Те мерзости, которые детям рубали лопатами в Западной Украине, в Польше, в Белоруссии. Головы. Учителей убивали. Докторов убивали, когда Советский Союз туда привозил. Инженеров. Агрономов. Мы что, забыли свою совесть? Мы забыли свою память, идентичность? Вы, паникеры, российский народ борется против этих нелюдей, фашистов. А вы посмотрите, кто сегодня в ДНР воюет. А вы посмотрите, кто в российских войсках воюет. Все нации увидишь. И чеченец, и ингушен, и украинцы там есть. У меня пацаны из Херсона воюют. Они украинцы. За освобожденную страну нашу воюют. За победу. Вот в этом принцип. Молдаване там увидишь. Грузинов там увидишь. Сербов ты там увидишь. А это кто? Это славяне. А Великое Отечество мы очень быстро забыли. Кто там воевал? А не повторение ли это истории? Поэтому мы должны сплотиться. А вот самое основное в этой спецоперации, мне страшно, когда комментируют какие-то либералы здесь. И рассказывают нам, как что неправильно. заканчивайте играть. Убирайте их с телевидения, с радио. А оценку происходящего пусть дают военные. и пусть ставят на теле радио вещания о наших победах. Законных тем более победах. Мы назад возвращаем в свои земли. Поэтому надо прекратить, взять, поставить типа Левитанова и пусть вещают о наших победах. Только в современном мире. 21 век. Да, слушаю вас. Да, вы как раз упоминали о большой родине, упоминали о Херсоне. Хотелось бы поговорить о вашей малой родине. Ну, собственно, не посовестно о Херсоне. Я не так давно оттуда вернулся. И очень интересно узнать было бы ваше мнение, какой вы видите ситуацию в Херсоне, каким вы видите будущее города. Для начала. Слушайте, в первую очередь надо сегодня политически решать вопрос. Вторую, это сегодня надо решать, ну, назовём, если в аспекте того, что происходило 8 лет, а это, можно сказать, концлагерь. Значит, надо средство массовой информации. Немедленно надо сегодня открывать людям глаза. Глаза, что же на самом деле происходит и что может произойти и так далее. Но мы знаем в весенние полевые работы идут. Значит, надо заняться. Надо заняться спекулянтами, которые уже сегодня продают гуманитарную помощь. Бензин продают, который привозят, глумятся, можно сказать, над своими сораженными. Здесь отдельно я немножко для наших зрителей, просто для понимания. Обычная цена бензина в мирное время была более 30 гривен. это примерно где-то 80 рублей в пересчете на наше. Сейчас же 55 доходит до 80 гривен. Цена на топливо и его не хватает. Это почти 200 рублей за литр. Да. Надо заняться работой с людьми. Встречаться, листовки делать и возвращать людей на рабочие места. Да, трудностей много. Я их вижу во всех буквально сфер трудностей. Но самое страшное, что сегодня уже можно смело сказать, что Украина от Херсонцева уже отказалась. Она блокирует финансовую систему, она блокирует финансово-экономическую, хозяйственную систему, электронную во всех направлениях. Плюс это социообеспечение во всех направлениях, чтобы не переводить, не разделять по пунктам. И это, конечно, печально. И обратно это ложится на плечи России. Ну, и надо сегодня срочно делать уже администрацию с тем человеком, который будет влиять и которого знают на ситуацию в Херсоне. Вот и все. Это если коротко. Проблем выше крыши. Во всех направлениях. От частного характера до глобального хозяйственного характера. Потом экономический и потом самое главное село. Дальше медицина, дальше будем говорить инфраструктура это жилого массива, назовем так, это ЖКХ и так далее. Скорые помощи, транспортная будем говорить Абгарска. Ну и плюс самое страшное это что со стороны Николаева доблестные воины, уроды моральные продолжают обстреливать сам город Херсон. Ну, в город еще попаданий не было, а крайне Херсона. Ну, это считай, что пригород. Это считай, что город, вот так назовем. да, и я шокирован направлением. Еще один фактор, который бьет, это угрозы по всем направлениям, от частного до структур, это каждому пишут, если вы будете начинать работать с россиянами, торговать там, допустим, медикаментами, там, допустим, будете торговать еще чем-то, 15 лет. Второе, ну, мы знаем, что они блокируют сегодня, так как, ну, у кого-то там родственники живут, там, Николаевина, Западная Украина, в Одессе, они блокируют там, устраивают угрозы и так далее, вычисляют этих людей, ну, вот, по большому счету люди и не хотят работать. Ну, я вчера выложил видео, кадры страшные, там, где телекомпания, студия, просто как немцы, фасюки, больше никак их не назвать, просто разбомбили радиоцентр, можно сказать, уничтожили компьютера, уничтожили сервера, уничтожили с видеокамер эти объективы и так далее. Конечно, не справиться без России, потому что надо это все восстанавливать, надо и про транслятору техобслуживания сделать и так далее, и так далее. Радио восстановить, работы непочатые крайне. Ну, там сейчас запустили российские радиостанции уже и запускают российское телевидение, и, насколько я знаю, тянут интернет из Крыма, потому что интернет... Я знаю, что тянут, что эти работы идут, я в курсе обо всем, но все равно, как бы мы ни хотели, нужно, чтобы местные работали, надо, чтобы это все восстанавливать и так далее. А сейчас, пока места этого нет, надо с Крыма делать пояснительные газеты и листовки делать, и разбрасывать, в этом есть проблема. И надо немедленно этим заняться, уже прошло, почти больше месяца прошло, а мы даже листовок не даем. У нас некоторые районы завозится, гуманитарная помощь, а некоторые не завозятся, а надо ее завозить, и срочно. Надо с медикаментами решать вопрос, и это срочно надо делать. Какие-то, будем говорить, такие природы, которые связаны, чиновнические природы, надо с ними заканчивать, иначе будет большая проблема. Назовем так. Да, в принципе, есть три основные проблемы. Это как раз медикаменты, это топливо, его стабильные поставки, и это наличные у людей. Рублевая зона до сих пор не введена, только гривна, то есть можно расплатиться только гривной, а новую гривневую массу взять просто неоткуда. И огромная очередь возле банкоматов. Я не знаю, зачем люди стоят, потому как новых не завозятся. Ну, эти негодяи даже и валютную массу блокируют, поэтому это просто, это звери. То есть Донецк два повторяются с Херсона, вот и все. И эти люди говорят, что мы целая Украина, да какая нахрен целая Украина. Да. В связи с этим, больше всего, однако, по моему мнению, людям нужна определенность, людям нужно понимание того, что будет дальше. Возможно, вы хотели бы сказать что-нибудь нашим сторонникам в Херсоне, ведь таких людей очень много, но они до сих пор не, скажем так, не обладают уверенностью, что все не отыграется назад. Но давайте так будем говорить. Это не военная тайна, но скоро меня увидят в Херсоне. Просто так немножко задержался, но пусть знают, что я скоро буду в Херсоне. Поэтому, можно так сказать, украинская власть уже не вернется никогда. Преступников, мародеров, негодяев, которые бросили на произвол судьбы, не смогли договориться, чтобы меньше было разрушений, которые на сегодняшний день обстреливают. Я вам говорю, не паникуйте, херсонцы, не будет уже украинской власти. Не будет. Это факт. Следующее. Со временем все восстановится. И дружеские узы тоже восстановятся. Вот я был недавно в Беларуси. Вы знаете, что прекрасно. Я в медийной плоскости пишу, делаю что-то, брыюсь. Ну, они видят, народ видит, что мы единый народ. И мы должны быть вместе. Мне удалось со многими повстречаться с серьезными людьми. Предварительно к чему-то подготовиться не буду называть в эфире. Но я встретил любовь, позитив, открытость, честность. И самое главное, к украинцам нормальные отношения в самой Беларуси. Там очень много украинцев живет. Очень много с украинскими номерами и Днепропетровск, и Харьков, и Донецк есть, и Львов даже есть, и Одесса даже есть. Но Лукашенко все сделал, чтобы не были обижены люди. Я вам говорю, я лично это все видел. Я хотел поехать специально, они там выделили территорию, дом такой хороший, выделили, расселяли беженцев и так далее. Я видел, как они детей Донбасса приняли. Ну, честь и хвала Беларуси. Вот это я могу сказать одно. А в принципе, какое отношение у белорусов, простых белорусов, к спецоперации, к ситуации на Украине в целом? Что я вам хочу сказать. Беларуси пережили свою трагедию в 20-м году благодаря силы воле Лукашенко, президента Российской Федерации Путина, Беларуси спасли. И я вам хочу сказать, большая часть белорусов с кем только я не разговариваю. Все за спецоперацию. Мало того, белорусы готовы тоже идти на спецоперацию. Но говорят, как наш батька скажет, так и будет. Вот и все. И мне приятно это слышать. Они понимают, чем это закончится. Они понимают. Поэтому там народ сплотился вокруг своего президента. Там очень внимательно слышат Путина. И как они там говорят, Путин неспроста говорит. Он еще не ошибался. Как бы ему трудно не было. Это белорусы говорят. это факт. Я вас не обманываю. У меня там друзья новые появились за это время. У меня там друг Алексей Талай известный, будем говорить так, социальник, у него ни ног, ни рук нету. Подорвался на бомбе Великой Отечественной войны. Но он сегодня герой Беларуси. В прямом и переносном смысле. Вот я с ним дружу. И я вам хочу сказать восприятие полностью адекватное. Просто там таких зомби ящиков не было. И убрали вовремя нехту, всякую ерунду. Там заработали спецгазеты. Там начали наши советские можно сказать газеты по смыслу. Выходи. Я вас не обманываю. Там люди начали понимать. Да в интернет ты смотришь, но ты проверяй информацию. Там большая часть людей прекратили полностью верить этим зомбоящикам со стороны Европы. Вот вам я рассказываю, как оно есть. Поэтому белорусы, они такие вряд ли, братья. Мы должны остановить войну. Это освободительная война. это останавливает Россия войну. Там не говорят, что война идет между Россией и Белоруссией. Ой, Россией и Украиной. Там четко говорят, люди останавливают войну. Рожданскую. Это спецоперация против нацистов, против этого шизофреника Зеленского, дебила неадекватного. Вот и все. Вот так там понимают. Так что вся Брит поддерживает Россию. Это то, что я увидел. Спасибо вам, Алексей Валерьевич. И я напомню, в эфире Украина.ру был Алексей Журавка, народный депутат Украины 5-6 созывов. Дорогие друзья, оставайтесь с нами. Не забывайте подписываться на наш канал на Рутубе, если вы еще этого не сделали. Читайте нас в Телеграме, смотрите также ВКонтакте. Украина.ру остается с вами. И, конечно же, мы желаем всем скорейшего наступления мира. Спасибо.